Всем привет! Сегодня мы готовим винегрет. Казалось бы это блюдо все знают и умеют его готовить, но тем не менее даже у винегрета есть несколько вариантов приготовления. Кто-то готовит его селедкой, кто-то добавляет фасоль, кто-то с квашеной капустой, кто-то без нее. Давайте посмотрим, как готовим этот салат Мэ. Присоединяйтесь! Итак, давайте посмотрим, что нам понадобится для приготовления. Я уже отварила овощи. Из овощей у меня свекла среднего размера, 2 моркови, 3-4 картофелины, но я думаю, что мне понадобится 3. 2 небольшие луковицы, можно заменить одной большой, если у вас лук большой. 5-6 соленых огурцов, 1 банка зеленого горошка, немного квашеной капусты и совсем чуть-чуть зеленого лука. Но если у вас зелени нет, то в принципе можно обойтись и без него. Заправлять салат будем растительным маслом. У меня подсолнечное, вы можете взять оливковое, если оно вам больше нравится. И также нам понадобится соль и черный молотый перец по вкусу. Давайте приступим! Лук я нарезаю мелким кубиком. Если у вас лук злой, можете обдать его кипятком. Далее все подготовленные овощи, а именно картофель, свеклу и морковь и огурцы, нам необходимо нарезать кубиком. Мы их будем выкладывать в миску, либо в чашу, либо в кастрюлю. Туда, где вам в дальнейшем будет удобно все это перемешать. Нарезаем зеленый лучок. Часть я отправлю в сам винегрет, а немножко оставлю для украшения салата, для подачи. Итак, все овощи мы порезали и отправили их в миску. Теперь осталось добавить сюда квашеную капусту и зеленый горошек. Солим мы салат непосредственно перед подачей, чтобы овощи не дали влагу, а поперчить можно сейчас. Перчим салат по вкусу. Думаю, будет достаточно. И тщательно все перемешиваем. Салат мы выкладываем в миску, в которой будем его подавать. Заправляем мы не весь салат, а столько, сколько нам понадобится к обеду. Перед заправкой салат мы посолим по вкусу, перемешаем и затем заправляем растительным маслом. Снова все перемешиваем. Итак, винегрет готов. Перед подачей мы его посыпем зеленым лучком и будем кушать. А вам мы пожелаем приятного аппетита. Готовьте с душой и ешьте вкусно. Тогда у вас все блюда будут получаться вкусными и вы будете радовать своих близких. Спасибо, что вы смотрите наш канал. Подписывайтесь на канал и скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok